Болгарский инвестор, обладающий разрешением на деятельность на рынке спортивных ставок в Молдове, призывает власти ввести мораторий на закон, согласно которому с будущего года вводится 12-процентный налог на выигрыши физических лиц на сумму свыше 240 леев. По словам директора компании NMG Company Пламена Миланова, в законе множество изъянов, а в случае применения налога единственный авторизованный сайт в этой области в Молдове, 4 семерки МД, который администрирует Национальная лотерея Молдовы, может приостановить свою деятельность. Во время пресс-конференции Пламен Миланов заявил, что предложенный способ налогообложения является дискриминирующим и противоречит европейским нормам. Теоретически мы должны его закрыть. В многих случаях у игрока забивается не 12% его реальной прибыли, а забивается вся его прибыль, мало того, забивается и часть его собственных денег. Здесь мы надеемся и рассчитываем на помощь государству. Генеральный директор лотерея национала о Молдове Влад Хынку заявил, что предложенные меры будут способствовать развитию черного рынка спортивных ставок. Лица, которые делают ставки на неавторизованных в Молдове сайтах, не платят налоги, их невозможно выявить. В прошлом году через электронные терминалы прошло 200 миллионов леев, которые теоретически может получить государство. С другой стороны, министр финансов Сергей Пушкутся считает, что предложенный механизм налогообложения является справедливым. Он может быть применен и будет иметь соответствующие эффекты. Каждый экономический агент имеет право защищать свои интересы, в том числе деловые и экономические. Но у каждого государства, в нашем случае у Республики Молдова, есть суверенное право установить механизм налогообложения. В свою очередь, депутат ПДС Дмитрий Алайба, автор спорного закона, настаивает на реализации своей инициативы. Мораторий исключен, мы говорили и вчера. Если речь идет о техническом вопросе, то его решит правительство, если это подтвердится. Худшее, что может быть, люди меньше будут делать эти ставки. И это очень хорошо. Между тем, после нововведения возможны парадоксальные случаи, когда при выигрыше игрок остается в минусе. Например, при ставке на сумму 1000 леев на матч с коэффициентом 1.08 на победу фаворита, игрок получит от букмекера чистый выигрыш 80 леев. Однако государство будет облагать налогом не чистую прибыль, а всю сумму, то есть 1080 леев минус 240 леев. В результате, при успешном исходе, игрок получит меньше, чем вложил. 979 леев 20 банов.